Всем привет! Меня зовут Гульнас и в эфире рубрика Спроси Хэпинанс, в которой я отвечаю на вопросы, что оставляли вы мне в комментариях под видео. Если у вас назрели какие-то новые вопросы и вы хотите получить на них ответ, то обязательно пишите мне в комментариях и возможно следующий выпуск будет именно по вашему вопросу. Итак, вопрос. Как обрабатывать срезы у кружева либо гипюра? Мы знаем, что кружево и гипюр ткань неоднородная. Она имеет сквозные ажурные отверстия по всему полотну и иногда составляет небольшую трудность качественно, аккуратно и красиво обработать эти срезы. К примеру, обметка оверлока не всегда подходит. И сегодня мы разберем несколько способов качественной обработки срезов у кружева и у гипюра. Нижний срез я обметала на оверлоке. Это кружево достаточно плотное и не очень эластичное. И поэтому обметать на оверлоке срезы получилось более-менее неплохо. Но в тех местах, где переплетение не такое плотное, а сквозное, обметка все равно некачественная. Нитки словно выходят, а на более эластичных кружевных полотнах эту строчку оверлок и вовсе не получится проложить аккуратно. Строчка будет идти волной, она не будет равномерной. Где-то оверлок не захватит ткань в силу особенности полотна. Поэтому не будем рассматривать вариант обметки срезов оверлоком, а посмотрим на другие способы. Самый простой это подогнуть один раз наизнанку, примерно на сантиметр и затем еще раз на сантиметр. Разумеется, величина подгиба может быть разной. Она может быть и больше и чуть меньше. И продолжаем таким образом по всей длине. Но когда будете отгибать наизнанку, прежде всего убедитесь, что ваши срезы прямые и ровные. Затем двигайтесь небольшими отрезками. К примеру, вы закрепили здесь, следующий отрезок стоит взять чуть подальше, там где срез не заворачивается наизнанку. Так вам будет легче контролировать припуск. К примеру, загнули здесь на сантиметр и снова на сантиметр. Закрепили. Ну а промежуток между двумя этими булавками, впоследствии при необходимости, вы можете подправить и закрепить. Это намного лучше и качественнее, если вы будете двигаться поступательно, маленькими отрезками от каждой иголки к другой. Что будет, если мы будем закреплять булавкой одну за другой, близко-близко друг к другу? Во-первых, нам будет очень сложно загнуть сантиметр наизнанку. А во-вторых, мы можем просто ошибиться и перетянуть низ изделия. И затем он будет образовывать волну. Поэтому от одной иголки отступили, к примеру, 10 сантиметров. Подогнули один раз, затем подогнули второй раз, закрепили. И затем просто подправляем расстояние, промежуток между двумя булавками и закрепляем посередине. Далее нам необходимо будет дать строчку на 1-2 миллиметра по верхнему краю подгиба. Когда будете давать строчку, не растягивайте полотно, особенно если оно эластично. Позвольте машинке самой продвигать ткань. Если вы будете растягивать, по низу изделий будут образовываться волны. Далее строчку, подогнули срезы и вот так аккуратно у нас получилось. Обязательно не забудьте поутюжить все швы, для того чтобы они выглядели еще аккуратнее. Еще один неплохой способ обработки срезов, низы, изделия, горловины, проймы. Это применение косой бейки. Она продается в готовом виде. Бывают атласные, хлопковые и другие. Также ее можно заготовить самостоятельно. Рассмотрим вариант, если бейка уже готова. Обязательно косую бейку подбираем в цвет, в тон с основной тканью. Видите, моя бейка немного различается. Она белая, а кружево молочная. Лучше найти бейку молочного оттенка. Положим кружевное полотно лицом наверх и затем лицом к лицу приложим косую бейку. Мы не разворачиваем ни один из срезов, просто прикладываем так, чтобы сгиб нижний край косой бейки был наравне со срезом у кружева. И закрепляем по всей длине. Следите за тем, чтобы ни бейка, ни кружева не растягивались. Прикрепили и теперь нам необходимо будет дать строчку посередине косой бейки, посередине ленты. Но будет еще лучше, если вы буквально на миллиметр сместитесь в сторону срезов. То есть, к примеру, если на бейке сантиметр, то будет здорово, если вы прострочите не на 5 миллиметров от края, а на 4 или на 3 миллиметра. Но не меньше, иначе срезы могут осыпаться. Далее строчку. Бейка прикреплена. И теперь мы отгибаем ее в сторону срезов и заводим на изнанку изделия. Если вы дали строчку с правильными припусками на швы, то когда вы отогнете бейку наизнанку, верхний край бейки должен накрыть все срезы, то есть они должны остаться внизу. Затем, при отгибании наизнанку, заведите немного лицевой части ткани наизнанку, примерно 1-2 миллиметра. То есть, мы должны по изнанке видеть немного кружева сверху, для того чтобы косая бейка не выходила на лицевую часть, на лицевую сторону. Заправили косую бейку немного вовнутрь и закрепляем по всему срезу. Благодаря тому, что косая бейка хорошо тянется и приобретает различные формы, вы можете обрабатывать срезы таким способом не только по низу изделий, но также и по горловине. Она будет легко приобретать и округлые формы. А первый способ подходит только для прямых срезов. Итак, закрепили. Видим, буквально миллиметр лицевой стороны кружева выходит наизнанку. И теперь по нижнему срезу косой бейки даем строчку на 1 миллиметр от края, для того, чтобы закрепить нижние срезы. Нитка должна быть обязательно в тон с основной тканью, чтобы она не выделялась. Проложили строчку по изнанке. Эта строчка прошла по лицевой части, но если цвет косой бейки совпадает с цветом основной ткани и цвет нитки тоже, то ничего не будет заметно, а срезы будут красивыми и аккуратными. И это все мои советы на сегодня. Если у вас появились новые вопросы, оставляйте их в комментариях под видео. Я желаю вам хорошего дня, до встречи, пока!